итак на пьедестал к нам выезжает вот такой вот болт motors 500 ефи 19 года сейчас будем его разбирать диагностировать делать дефектовку но сразу что я заметил из неприятного это то что у него трутся в рычаги диски непонятно почему может быть это не от него либо какой-то какая-то деформация у нас следы есть затертости также у него люфтит руль сильно сейчас будем разбираться что же с ним произошло приступим ну что друзья подготовлен квадроцикл к дефектовки сейчас произведем дефектовку начнем с внешних признаков значит у нас фары видим что на дальний свет она не работает ближний работают и габарита на дальнем все умирает значит противотуманки у нас одна работает другая нет но здесь по всей видимости какое-то идет замыкание начнем с того что здесь акустические такие провода как бы это не не совсем для фар тем более вот это это бытовой провод который используется до 220 вольт вот такая вот история это все нужно разбирать и разбираться с электрикой нужно значит лебедку у нас работает вот это что такое я не понимаю но это как раз вот от этого реле это будем разбираться значит что касается техники здесь конечно с техникой все плачевно рулевые наконечники болтаются то есть они уже без трех минут выпали шаровые опоры я вообще молчу то есть вот они вот такие вот шаровые опоры под замену колодки колодки живые вот такая вот история у нас притом это и вверх и вниз все прыгает здесь все под замену полностью здесь пасуют по факту по моему новый амортизатор стоит либо он отреставрирован на пружина точно новая значит что касается правой стороны но все то же самое в мясо в мясо что касается редуктора редуктор здесь не течет но у нас есть вот такая история смотрите вот это редуктор вот так то это без уже на стадии выпадания то есть там либо ответная часть редуктора как я думаю либо что-то другое но это без разборки уже не определить но так ездить нельзя надо либо его удалить и глушить полный привод этот но это криминал это вылетит сто процентов значит по поводу руля здесь все в порядке по поводу лебедки лебедка работает исправно трос в норме по поводу тормозной ножки вот так вот она работает вот так сама по себе шарнирная здесь либо что-то наколхожено либо что-то отломалась здесь пока непонятно это без разборки непонятно значит по поводу двигателя 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 мы видим обильные течи весь двигатель снизу в масле то есть там ни одна течь попробую заснять вот таким образом выглядит двигатель значит здесь у нас ни одна течь вариатор живой единственное наверно что в квадроцикле живой это вариатор шланги в допустимый в допустимом состоянии сейчас мы к течи перейдем еще раз значит задние стабилизатор умер уже лет года два назад сюда уже палец залазит значит на двигателе имеется течь при том конкретная течь задний редуктор здесь где кардан заходит все более-менее в норме колодки умерли еще во времена революции значит редуктор течет замена сальников редуктора подвеска уже на грани вот это все это уже алис силинд блоки амортизаторов живые косточки косточки сейчас не проверить при разборе втулки кулаков под замену здесь все плачевнее здесь вот так вот все и вот так подшипники ступочные под замену но здесь вообще речи не может быть если выработка дикая задний диск тормозной вроде бы в норме но колодки под замену суппорт обслуживаем течь редуктора с левой стороны течь соответственно здесь обильная течь двигателя с ручным стартером просто оборвался провод он в норме работает значит здесь пока ничего не могу сказать здесь все вроде бы в норме патрубки все живые ничего плохого не могу сказать ну и соответственно вот в этом месте у нас обильная течь это под головкой цилиндра для замены потребуется вынимать двигатель это не дешевая работа фильтр но это мелочи смотреть бессмысленно но с электрикой вот с такой ездить нельзя это какой-то очень бездарный человек делал но течей других нет так шланчики вроде все живые в общем есть что поделать на данном квадроцикле парни пятисотка вопрос такой вот этот кардан который идет на передний дифференциал передний редуктор он должен лифтить или нет есть небольшой люфт вот в этом месте и вон шлицы видно насколько криминал и что делать смотрите а у нас он теперь не люфтит ноль люфта значит что мы придумали для того чтобы кардан не люфтил заводской брак заключается в том что длина кардана на пол сантиметра отличается ну пол сантиметра не доходит получается до кардана ой до редуктора соответственно для того чтобы это все не люфтила и долго жила нужно редуктор кардан естественно не удлинить это целая история а редуктор сместить можно то есть для этого я сейчас изобрел вот такие специальные посадочные шайбы и я сделаю пропил вот в этом месте то есть мы штатные крепления все оставляем но для того чтобы кардан не сместился вперед мы его вот таким образом сейчас зафиксируем эту шайбу и в штатные места все вкручивается все будет работать и стоять вот такое вот решение и вы никогда не получите по зубам своим же карданом так посмотрим что вышло вот такая вот конструкция получилась даже малейшего нет люфта все получилось и полностью перепрессовывать всю подвеску вот она лежит у нас подготовленная сейчас она поедет на пресс у нас пришли все втулочки сальнички рулевые тяги новые соответственно сегодня такой достаточно объемный в работе день будет мы работаем без выходных наша работа зависит от объема квадроциклов рычаги полностью отмыты все толотницы выкручены старые будут новые стоять сейчас они готовы к прессовке сейчас пойду прессовать все и сегодня надеюсь что-то соберу старые втулки они не работали почему потому что они зажаты они должны свободно крутиться здесь они даже не прокручиваются то есть прокручивались сами втулки пальцы не крутились вот новые втулки вот они должны вот так вот крутиться вот эти какие-то неправильные втулки но их меняли относительно недавно судя по тому что они довольно таки чистенькие но не проходили разверткой соответственно это все фикция шаровые это втулки стабилизаторы тяги комплекты новых втулок сайлентблоки новые оригинальные болт моторс подвеска побеждена новые косточки новые втулки стаба новые все втулки рычагов новые толотницы втулки кулаков новые подшипники новые втулки амортизаторов поставил новые некоторые потому что там были разбиты ну и соответственно шплинты все новые гайку а одну гайку я сам сделал потому что там стояла стояла вообще гайка обычная вот такую гайку я сделал вот так надежнее будет и два вот этих болта они были сорваны у меня такой длины конкретно не было я его сейчас подобрежу болгаркой будет нормально так передок весь сделал все у нас наконечники все новые тяги новые шаровые опоры новые все стоят везде везде шплинты установлены колодки новые все стоят суппорта еле-еле разморозил тормоз восстановил вытащил новую втулку все никаких люфтов ничего нет все работает исправно теперь будем прокачивать тормоз теперь задний с тормозом разобрались все четко вновь итак друзья вот такие вот дисочки подъехали к нам последние в питере их больше нет это на нашему клиенту на болт мотор вот такие красавцы сейчас будем устанавливать вот такой красавец сейчас будет у нас на таких вот дисочках с.с. такие бомбические диски будут на болт моторсе топовые вообще диски так друзья наш проект подошел к завершению вот такой вот получился болт мотор с у нас выполнила очень много работы по люфту болезни их люфту в переднем кардане мы перенесли кардан на 8 миллиметров и у нас ушел люфт то есть изначально завод делает короче карданы чем они должны быть но мы от этого это исправили это было нелегко так как выставить кардан нужно было идеально так чтобы это все работало поэтому мы долго промучились с карданом также мы произвели полностью полную ревизию подвески поменяли все втулки толотницы поставили новые обслужили лебедку поставили новые ступичные подшипники новые колодки новые шаровые опоры изготовили усиленную рулевую тягу вот такую вот то есть она полностью толстенная и уже вероятности мало что можно будет от какого-то физического воздействия ее загнуть также произвели ревизию двигателя поменяли прокладку в двигателе из которой сочилось масло полностью намыли все начистили то есть квадроцикл обрел состояние нового по заднему редуктору поменяли датчик скорости квадроцикл скорость не показывал также привели в отличное состояние амортизаторы привода обслужили кулаки исправили ошибку с рычагами так что у нас колеса цеплялись сейчас у нас уже ничего не цепляется изготовили крепления ступичные колеса теперь немножко выпирают поставили новые диски ай типичные сс новую резину поставили квадрик теперь сзади смотрится вообще бомбически круто все пропорции соблюдены балка заднего света противотуманки сверху поставили были такие квадратного цвет квадратной формы очень некрасивые ангельские глазки ну собственно перешито сиденья вот такое вот сиденье квадрик теперь обрел шикарный вид и можно теперь пользоваться беспроблемно работа нам принесла удовольствие так как в этот квадрик мы воплотили все свои дизайнерские решения также некоторые конструктивные решения нам заказчикам повезло и а ему повезло с нами так что друзья записывайтесь к нам на обслуживание квадрика надо оснащение вот такой вот к нам приехал квадрат это тоже мы делали его но он попал в заварушку перевернулся загнул руль но остался все таким же симпатягой мы его еще в то время наполировали так он блестит конкретно до сих пор то как его то 然後 помимо обслуживание его у он